Ну что, ребят, всем привет, с вами Бриз, и это последнее видео в этом году. Вот так вот время незаметно быстро пролетело для меня, и для вас, наверное, тоже. О чём же будет этот ролик? На самом деле, ни о чём, по большей части это итоги года моего, по поводу рисования поговорю, по поводу ютуба. Здесь у меня нет сценария, поэтому я буду звучать очень нелогично местами, поскольку немножечко я не продумала текст. Но, знаете, я считаю, что подобные видео так и надо записывать, чтобы вот говорить только то, что ты исключительно думаешь и не вылизывать каждое предложение. В общем-то, канал я начала как раз таки в том году, где-то осенью, и в декабре у меня тоже были итоги года, то есть у меня есть ещё один такой ролик. И, честно говоря, я совершенно не помню о чём он, просто помню, что я хотела записать, записать видео о том, чего хочу добиться в следующем году или что сделала, то есть, ну, что-то такое, я правда не помню. Я не имею привычки пересматривать свои старые видео, особенно настолько старые, то есть годовой давности, я его не осмотрела и не помню. Вот, хотя, честно говоря, на самом деле стоило интересно было бы узнать, добилась ли я всего того, чего хотела. В любом случае, на тот момент канал был супер маленький, то есть я, честно говоря, не помню, но, кажется, там и тысяч подписчиков не было наверняка, даже и пятьсот не было, то есть, ну, как бы, очень мало людей-то тут тогда было, и, естественно, просмотров было тоже очень мало. Ролики я делала, но их особо никто не смотрел, и только потом мы как-то начали расти с Перпин, и люди начали смотреть и старые ролики, поэтому на них теперь много просмотров, ну, относительно много, лично для меня это много. Знаете, для меня, типа, если тысяч пять посмотрели, я такая, о, офигеть, это так много людей теперь посмотрела, что-то думает свое. Ну, в общем, вот, и это был капец какой трудный путь, это был первый мой год, как, не знаю, ютубера. Честно говоря, мне все еще не очень нравится это слово, оно звучит очень странно, а мне как бы больше нравится говорить, что я художник, вот. Но, тем не менее, карьера на ютубе, она есть, поэтому я не могу, я не могу избегать этого. И что я хочу сказать по поводу того, насколько это было тяжело. Пацаны, пацанессы, это было очень-очень тяжело, на самом деле. И даже после того, как что-то начало получаться, легче не стало. Хотя, честно говоря, я была уверена, что вот, ты там научишься делать ролики, пойдет проще. Проще, ребят, не будет. Вот если вы хотите стать тоже блогером, или кем-то похожим, легче не будет вообще никогда. Мне кажется, чем дальше ты идешь, тем больше работы у тебя становится. Хотя, казалось бы, уже есть и то, и то, и то. И должно стать легче, но нет. Легче вот совсем не становится. Но в плане рисования, кстати, могу сказать примерно то же самое. Подписчики появились, и нужно было радовать как-то картиночками, контентом. Лично меня очень сильно радует рисование, меня до сих пор радуют процессы. Я очень рада, что за год, очень, очень, как это сказать, очень занятый год, я рисовала каждый день, очень много, и я не перегорела. Я очень сильно удивлена и тому, что у меня получилось, и что я даже умудрилась апнуться. Я, честно говоря, это не замечала, но я уже сделала итоги года. И... Когда я их увидела, я такая, вау, прикольно. Прикольно, да. И, в общем, по поводу перегорания. Я очень сильно хотела прогресснуть за этот год. У меня получилось. Конечно, это не прям то, чего я хотела, но, в смысле, хочется, конечно, всегда больше. Я все равно рада, что у меня хоть что-то вышло. Я рада, что у меня это получилось. Но, да, мне кажется, чуть-чуть не дотянуло, потому что как раз под конец года я немножко сгорела. Дело в том, что я, по-моему, октябрь или ноябрь, я точно не помню. В общем, я взяла себе челлендж рисовать каждый день стабильно. То есть иногда я могла не рисовать, потому что у меня не всегда есть заказы, и для меня не всегда нужно сделать картинку для ролика. В общем, а там вот надо было каждый день рисовать, прям по обучению. Я заполнила почти весь скетчбук за рисование. И как раз в этот период я и начала прям сильно расти, потому что, ну, я очень-очень много рисовала, и я не буду спорить. Но вот как наступил декабрь, силы мои, они просто такие пум, и все. Это меня очень сильно тогда расстроило. И сейчас я все еще нахожусь на отдыхе. Я все еще никак не могу себе застать делать что-то сложное. У меня ушел комикс на перерыв, потому что я перерисовала, и я просто физически не могу рисовать еще. Но с другой стороны, если так подумать, когда я вернусь к нему, он должен стать теперь лучше. В любом случае, рисование комикса, вот, кстати, раз я уже начала про комикс, как вы заметили, я здесь постоянно буду перескакивать, да. Третья глава будет не очень скоро. Это касается людей, которые читают на Монголипе. Естественно, я выпускаю в ВК по странице, а на Монголипе загружаю только полноценные главы. Так вот, третья глава имеет, ну, страницы, может быть, на данный момент, которые есть в паблике. И я еще не выложила парочку штук, когда ушла на перерыв. То есть, я, кстати, последнюю страницу нарисовала как раз в ноябре, и с того момента не перетрагивалась к нему больше вообще. И дальше у меня сценарий немножечко не прописан, поэтому третья глава будет немножечко не скоро. Но в любом случае, я надеюсь, с января, может быть, хотя бы с середины января, если уже не с первого января, вернуться вновь в работу. И, кстати, если вам очень интересно, наверное, нет, но тем не менее, комикс я как раз начала тоже в том году. В феврале, кажется. То есть, получается, ему уже почти скоро год, и там еще нет третьей главы, ну, ну, ребят, что поделать? Между прочим, при сцене комикса это тяжело. Даже вот иногда я там халтурю, делаю его довольно лениво, потому что, ну, это просто не мой основной проект, я его делаю для души, скажем так. И я, конечно, стараюсь, но не то чтобы прям слишком сильно. То есть, иногда видно, что я ленюсь, я не буду скрывать этого. Не надо, не надо меня за это булить, потому что вы-то пролистываете эту страницу за две секунды, а я еще ее рисовала какое-то время. В общем, в любом случае, там вышло довольно много страниц, там, кажется, страниц 50, 50 страниц за год, это, можно сказать, 50 артов практически. Очень много, по-моему, некоторые даже за год столько не рисуют, а у меня это в комиксе вышло. И самих картинок у меня, кстати, тоже очень много, я их не посчитаю, конечно же, вам, но их там точно больше 200, наверное, вышло. За этот год это мой самый-самый продуктивный год, я еще никогда в жизни так много не рисовала, как в этом году. Меня очень много людей поддерживало, спасибо им, спасибо вам за то, что вы меня тоже смотрите, вы меня этим поддерживаете, особенно если вы смотрите этот ролик, потому что он буквально просто о том, как я провела этот год, а вы его смотрите, это все равно приятно. Спасибо еще раз. Итак, какие же у меня планы на следующий год? Ну, закончить третью главу. Можете вот, да, записывайте, записывайте, чтобы мне в следующем году, в декабре, сказать, сделала я это или нет, потому что я забуду, я правда забуду про то, что я делала этот ролик и о том, что я в нем говорила. И в целом, я просто хочу научиться лучше еще рисовать, то есть, я просто хочу прогресснуть, причем, ну, то есть, как это сказать, в ту сторону, в которую нужно, я не знаю, в общем, у меня есть, есть, скажем так, какие-то вдохновители, и я пытаюсь, как бы, двигаться ближе к их стороне, но пока получается не очень. Вот, надеюсь, что в личной жизни все станет лучше, коится, а то у меня тут люди вокруг меня, они меня нервируют, я не могу из этого работать, я надеюсь, что они перестанут меня нервировать. Ну, в общем-то, как-то так. Я действительно не знаю просто, что еще сказать, надеюсь, ребят, у вас в этот год был действительно не таким плохим, как у большинства. Я знаю, что принято говорить, что вот этот год был тяжелым, да, ребят, ну, вся жизнь наша тяжелая, следующий год мне будет легче, чтобы вы там не думали, но в целом, в целом, я надеюсь, что он был у вас хорошим, у меня в целом он был тоже неплохим, нормально, скажем так, было в плане рисования так отличным по жизни просто такое но бывает да и я надеюсь что вы начнете в новом году делать то что вы хотели сделать кто хотел стать блогером вперед удачи вам я уверен что все получится ну в общем ребят всех с наступающим либо если вы смотрите это в новом году с наступившим с новым годом всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал vk инститер на все 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 я надеюсь что видно что я наконец-то стала лучше я на самом деле очень рада всем спасибо еще раз за поддержку и всем пока